включение горелки включаем горелку нажатием кнопки на боковой стороне бункера при первом запуске пульт автоматически переходит в режим ожидания при последующих включениях программа будет переходить в тот режим из которого она была выключена после включения необходимо проверить отображаемые параметры на экране пульта управления отображаемые параметры должны соответствовать реальным показаниям ТОТ показания от датчика температуры установленного на обратке ТП температура на трубе подачи котла ТВ значение температуры воздуха ФП текущее значение от датчика пламени определяющего наличие света в жаровне 0% полное отсутствие света 70-100% наличие устойчивого пламени переход в режим настроек возможен переход к полным и частичным настройкам режим полных настроек доступен из режима ожидания частичные настройки из других режимов режимов нагрева и поддержания для того чтобы перейти к настройкам необходимо нажать одновременно две кнопки стрелки влево и вправо для начала остановимся на второстепенных настройках перемещение по меню настроек осуществляется нажатием на нижнюю кнопку пульта управления время фиксации пламени это параметр введен для того чтобы отфильтровать ложные срабатывания датчика пламени иными словами для того чтобы автоматика была уверена в наличии пламени течение выставленного нами значения в заводских настройках это 30 секунд если у пользователя есть уверенность в устойчивом горении для небольшого сокращения процесса розжига он может уменьшить это значение с 30 до 20 секунд запоминается после нажатия центральной нижней кнопки время розжига это максимальное время в течение которого для осуществления розжига пилет будет включена галогенная лампа для качественных пилет в среднем стадия розжига может составлять 2-4 минуты если за это время розжиг не происходит рекомендую увеличить это значение до 7 минут время выжигания процесс отключения горелки и подготовка для обслуживания горелки должны осуществляться через стадию выжигания для этого на работающей горелке нажать верхнюю кнопку стоп после этого подача пилет прекращается вентилятор переходит на максимальную мощность вентилятор розжиг рекомендуем выставлять эти значения от 30 до 50 процентов вентилятор в режиме ожидания работать на 50 процентов в этом режиме можно выполнять очистку жаровни от пепла не боясь что оставшиеся пепелы угли попадут внутрь горелочного устройства рекомендуем оставлять это значение на 50 процентов вставка пламени это то значение при котором автоматика понимает что розжиг осуществлен отключает лампу розжига и через время тф фиксации пламени переходит в режим нагрева или поддержания при затягивании процесса розжига можно будет выставить значение около 15 процентов установка температуры т.у. то значение от температуры датчика по обратке при котором горелка перейдет из режима нагрева в режим поддержания с поправкой на температуру гистерезиса значение выставляется из требований пользователя и текущих теплопотерь на отопление в доме гистерезис погрешность вводимая для температуры уставки для того чтобы не нагружать автоматику частыми переходами из режима нагрева в поддержание и обратно заводских настройках 2 градуса наиболее оптимальное значение температура перегрева то значение получаемое с датчика установленного на трубе подачи котла по достижению которого будет отключен мотор привод подача пилет будет невозможно а на экране загорится сигнальный светодиод об ошибке и надпись перегрев в заводских настройках выставлено 90 градусов увеличивать предел не рекомендуется управление вентилятором настройка необходимо для того чтобы пользователь в режиме реального времени мог проконтролировать работу вентилятора от максимальных до минимальных значений ориентируясь на шум вентилятора управление шнеком настройка также для контроля работы мотор привода и шнека в режиме реального времени мы с вами рассмотрели все второстепенные настройки имеющиеся в пульте управления.